Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем главном. Начну сразу с того, что у меня на губах, потому что часто я забываю написать, а потом забываю, что у меня, собственно, было на губах в каком-то виде. У меня на губах сегодня помада от NYX. Это моя любимая линейка помад из дешевых. Называется она FIG LSS 640. Надо сказать, что эта помада, эти помады от NYX, они настолько... Они как butter, то есть они масляные. Она наносится буквально с одного захода. Вот то, что у меня на губах, это просто один прогон, и второй по нижней губе. Больше ничего. У меня они одни из самых-самых любимых. Так что вот. С этим мы разобрались, а теперь мы приступаем к покупкам. Сегодня я вам покажу свой заказ с сайта Bare Minions. Я очень люблю их прессованную линию. На мой взгляд, она одна из самых лучших вообще линей, которые только можно найти в Sephora и в прочих магазинах. Но заказала я у них с сайта, потому что на сайте у них часто бывают интересные наборы по очень доступной цене. И плюс к ним можно получить какие-то подарки с покупкой. Сейчас с того, что я купила в реальном магазине, в магазине Ульта. У них была акция 21 день красоты. И вот в какой-то из дней можно было вот эту тушь от Bare Minions, которая называется Lash Domination, купить за, по-моему, 10 долларов. Что-то в этом роде. Я, конечно же, ее хватанула, но я о ней слышала замечательные вещи. У меня есть миниатюрка. Вот с миниатюрки и начну, а это пусть пока полежит, посмотрим. Пришел мне пробник с сайта. Это уже вот я в покупке сайта вам показываю. Пробник ночного крема. Вообще, уходовая линейка от Bare Minions мне очень нравится. Особенно их увлажняющая серия. То, что касается увлажняющих кремов для комбинированной кожи. Листинг крема, мне кажется, у них очень... Так, вот одна вещь, которую я уже открыла и уже воспользовалась. Купила я себе знаменитый, реально знаменитый продукт. Это рассыпчатый продукт от Bare Minions. Называется он Multitasking Eye Product в оттенке Well Arrested. Можно сказать, что, наверное, 80% англоговорящего ютюба этим вот продуктом закрепляют себе консилер под глазами. Фишка этой пудры в том, что это нечто среднее между рассыпной пудрой, такой плотно пигментированной, и хайлайтером. Это все-таки больше консилер, нежели хайлайтер, но некий легкий, не знаю, будет ли он или нет, едва-едва заметный отблеск у него есть. Это не искристый отблеск, а именно такой слегка перламутровый. Не хайлайтерный, я подчеркиваю, там только-только намек. Именно этим он привлекает множество людей для того, чтобы накладывать его под глаза, потому что он высветляет эту зону. При этом основной бежевый пигмент дает цвет, а вот эти крошечные частицы, которые имеют намек на отблеск, они как бы усиливают эффект отсвечивания. У меня сегодня нечто другое под глазами, но я им воспользовалась, мне он очень-очень понравился. Так что я рада, что приобрела эту... Я не знаю, кстати, миниатюрка или это полный размер, наверное, полный размер. Еще раз, называется это Multitasking Eye Well-Arrested. Пока что, по первым впечатлениям, могу рекомендовать хорошую вещичку именно для того, чтобы накладывать под глаза. И основная моя покупка была вот этот набор, наборище декоративных средств. Некоторые из них новые, некоторые из них те, которые давно хотела попробовать. По сути, это набор, который называется Give and Get Gorgeous. И тут две коробочки. Два набора таких мини. Если хотите, их можно подарить. Если хотите, можно оставить себе, как всегда, упаковка у Bear Meals. Меня всегда очень радует своей одновременно функциональностью и красотой. Так, начнем мы с Be Classic. Здесь должны быть более нейтральные оттенки. Опять же, все это зажерно. Я это все уже достала и поскочила, и, наверное, полчаса укладывала обратно. Знаете, они как-то так умеют упаковывать, что когда это достали, что красиво, слажено, латонично можно, я как только-то вот я это все разделу, а потом совершенно не могу в одно и то же место все это потом запихнуть. Не знаю, наверное, вот так увнимаем, когда вот что-то откроешь упаковку, и после этого вообще невозможно туда ничего вместить. Ладно, идем в коллекцию. Все это заберем в красивую бумажку, которую мы уберем. Первое, что мне выпадает, это блеск. Это их обновленная версия Marvelous Moxie. И это в нежно-персиковом оттенке у нас блеск. Пока я его открывать не буду, потому что еще не время. У меня еще кое-какие блески. Я хочу добить несколько блесков, а потом уже из коллекции не начатых выбрать то, чем пользоваться. Называется он Future Star. Но цвет, тем не менее, я думаю, понятен. Эти блески, судя по тому, как он переливается в бутылочки, полупрозрачные. Они не полного покрытия, такого среднего. У меня есть, по-моему, один блеск от Marvelous Moxie, тоже миниатюра. Ничего, хорошие блески. Но естественно, что я к блескам отношусь очень спокойно. Поэтому для меня они все хороши, одинаково. Дальше у нас идет Avantgarden Blush. Это рассыпчатая пудра, то есть румяна. Рассыпчатые румяна. Вот, кстати, специально не стала открывать, чтобы показать вам. Они все идут запакованные. Если снять эту упаковку... Ой, в миниатюрах просто дырочки. А в полноразмерных продуктах обычно такая передвижная крышечка, которая блокирует эти крышечки так, чтобы они все не рассыпались по самой баночке. Но вот в миниатюрах такой системы нет. Опять нежный розовый, тепло-розовый оттенок. Румян. С румянами, ну это мое личное мнение, ошибиться тяжело. Самое худшее, что могут сделать румяны, это быть слабо пигментированными и бледнеть в течение дня. То есть в этом плане как-то тяжело ошибиться. Мне показалось, что это хорошие румяны, но опять же, я вам честно скажу, ну вот, румяны можно любить от миллиона компаний и получить примерно одинаковый результат на щеках. Что я очень очень ждала в этом наборе, это была эта двушка от Bare Minerals. Это их прессованные линии. Я считаю, что прессованные тени от Bare Minerals одни из самых лучших на рынке. Мне они местами кажутся лучше теней в Open Decay и же с ними. Насчет теней Гиллен не знаю, у меня нет теней Гиллен. Вот такая двушка. Со спонжиком в светлых, таких нейтральных оттенках. Конечно, немножко сейчас они у меня на камеру засвечиваются. Но я вам скажу, как она называется. Называется она Aspiration и оттенки здесь Promise and Future. Так что интересно? Что часто такие светлые оттенки, они очень миловые и, скажем, его розоватого, бежеватого, зеленоватого или желтоватого потона бывает не видно. С тенями прессованные Bare Minerals это не так. Не всегда видно, какой потон, когда вы наносите их себе навеки. И это вот как раз светло-светло-белесо-молочно-розовый цвет. Он немножко теплый, поэтому он не слишком мучной. То есть я считаю, что это вообще идеальная формулировка для матовых теней. Мне он безумно понравился. Он хорош будет и для наносения под бровь, и для тушевки, если у вас не очень темные тени в складке. И также для наносения во внутренний уголок глаза. Второй цвет еще более интересный. На вид он классический цвет розового золота. Такой вот медно-золотисто-бежево-розоватый. Ничего особенного. Таких цветов очень много в самых разных фирмах. Что меня в нем удивило, когда я его именно нанесла, не знаю, поймаете ли это на камеру, что у него как будто бы, в отличие от других, которые просто металлики, как будто бы есть некий дуахром. Ну вот в реальной жизни я какой-то легкий странный перелив вижу. И это меня, конечно, сразу же зацепило. Мне показалось, что немножечко они более сыпучие, эти тени металлические, нежели матовые. Но в целом у меня никаких к ним претензий нет. Очень рада, что у меня появилась эта двушка. И вторая часть набора называется Be Bold. Это более яркие, и, в общем-то, как коробочка уже нам подсказывает, цвета сливовые. Итак, что у нас здесь? Здесь везде идут какие-то брошюрки с описаниями, что там мне пришло. Но я обычно эти вещи не очень, и не очень на них обращаю внимание. Вот здесь у нас есть некоторые для меня продукты новые. Вот, например, вот этот продукт, который называется Triple Take. Говорится, что это Color, Gloss and Stain. То есть это цвет, блеск и прокрашивание. То есть, понимаете, stain. Странная такая... Давайте посмотрим, сколько здесь, кстати, идёт. В общем, да. Ну, плохо, неплохой размер. Странная многослойчатая структура. Я переживала, что она будет полосить на губах. Чтобы получить ровный цвет, придётся очень долго над этим работать. Однако нет. Вроде пока я один раз нанесла эту помаду stain, блеск. В общем, этот гибрид на губы. Всё было нормально, всё мне понравилось. Она неплохо увлажняет, губы она не сушила. Цвет она даёт полупрозрачный. Как видите, такой цвет ягодный. Цвет меня ничем, честно вам скажу, не зацепил. Стандартный такой ягодный цвет. Таких много у разных компаний. Насчёт stain'а ещё предстоит проверить. Пока не знаю. Ещё один продукт уже в этом наборе. Называется он Wild Flower. И это тени. Это интересный туахомистый оттенок. Он холодного цвета, фукси, с голубоватым отливом. Я немножко побаиваюсь рассыпных пигментов, потому что очень легко их опрокинуть и потом покрыть абсолютно всё содержимое или сумки, или вашего ящика, или стола этими тенями. Но сами тени, чем меня удивили, что они очень полупрозрачные. Я, честно говоря, привыкла к тому, что к пигментам я часто обращаюсь тогда, когда мне нужен супер насыщенный цвет или какой-то суперэффект. Например, если вы хотите создать металлический отблеск на глазах, то вот лучше, чем металлик пигмента. Я не знаю ничего, ни одни прессованные тени мне не создавали такого идеального эффекта металла, как использование влажной кисти и металлического рассыпчатого пигмента. Опять же, пигменты матовые или пигменты шиммерные обычны в рассыпной форме, намного более искристые и пигментированные. Но с ними немножечко аккуратнее надо работать. Этот же пигмент, несмотря на свой интересный цвет, нестандартный, он очень полупрозрачный. То есть это практически как топовое покрытие для теней, мне так показалось. Я, конечно же, еще его попробую нанести поверх бежевой базы для века. Посмотреть, обычно бежевая база все это дело спасает. Даже самые малопигментированные тени становятся ярче, более ярко выраженными на бежевом фоне. На бежевом фоне, но пока что я немножко удивлена была, что они такие полупрозрачные. Далее у нас идет еще один, да, еще один цвет и еще одни тени рассыпчатые. Это цвет Spice. Я его даже еще не открыла. Мне так интересно смотрелся в баночке, как на смочи. Это цвет теплого, теплокоричневый цвет, но у него есть какой-то отлив, слегка-слегка серебристый. Такой даже может быть тауповый немножко, как дымка тауповая поверх теплокоричневого цвета. Интересное кино. Это будет интересно проверить, сохранится ли этот эффект при набирании пигмента кистью. Это миниатюрка румян, прессованных румян на Bare Minerals. Тоже безумно люблю их всю прессованную линейку, абсолютно всю. И мне попался оттенок The Liaison. Я не уверена, как. Даже не знаю, с каким акцентом это произносить. На какой манер. Это очень-очень светло-холодно-розовый цвет. Чем-то он мне напомнил Doll Face от Tarte. Но этот немножко потеплее. Это как раз то, на удивление, что я хотела от Ethereal Glow at Hourglass. Вот этих знаменитых сейчас румяна, где смешан цветной пигмент и вот этих эллиминирующих Ambient Lighting Powders. Честно говоря, там была просто белая розоватая мука. А вот это именно светло-розовый пушок, который мне безумно-безумно нравится. Я думаю, это идеальная будет вещь как раз на весну и на лето. Ну, на лето это вопрос, потому что если я сильно загорю, то, возможно, будет сильно выбеливать. Ну, посмотрим. Ну что же, это были все покупки, что касаемо Bare Minerals. В заключение хочу сказать, что очень вам советую посмотреть на их линейку. Особенно прессованных теней, румян, пудровые основы, закрепляющие пудры, хайлайтеров. Я не знаю ни одной компании, которая такое количество продуктов могла бы продать за цену приблизительно в 50 долларов. Если честно, на мой взгляд, у Bare Minerals одни из самых лучших наборов, что касаемо соотношения цена-качество. Ну что же, это все, что касается моих покупок от Bare Minerals. А за всем прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание и желаю вам всем хорошего дня. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!